Комментарии и упоминания. Давайте немножечко пройдёмся по ним. Кто тут, что тут упоминает. Благодарю. Ну это хорошая вещь. Вообще-то подписчиков стало более 35 тысяч. И если бы хотя бы порублю с каждого подписчика, было бы намного интереснее. Не только мне, но и вам. У меня появилась бы возможность куда-то поехать, с кем-то пообщаться. То есть как-то как бы расцветить вот этот эфир, канал. Сделать интересные встречи. А так, а так, что я вам хочу сказать так. Не то, что я там хочу что-то для себя. Я просто вас поставлю перед фактом. То, что вам внедряют. Внедряют, естественно, через те организации, у которых имеются средства. И то, что надо фармкомпаниям, врачам и прочим-прочим-прочим-прочим-прочим-прочим. Вот они и льют вам в уши. А насколько это помогает? Вот это всё, что там вылили в уши. И мы думаем, а сейчас мы научные достижения разработ... А как попрём? Ну, давайте посмотрим, куда мы с вами прём. Я мечтала о морях, о кораллах. Я хотела поесть суп черепашей. О, юзер тут иксбет какой-то пишет. Светоч народной медицины. Это истинная правда. Ну, кто бы сомневался? Ну, кто бы сомневался? Йоханый Бабай. А я шагнула на корабль, А кораблик оказался из газетки вчерашней. Я шагнула на корабль, А кораблик оказался из газетки вчерашней. Итак, на 37-е сутки голода мне страшно. Юзер иксбет 4 пишет. Два часа назад, свежая. Сергей, доброго здоровьица. Прямо сейчас начинай осваивать дыхание, очищающую полевую форму жизни, которая обязательно поможет тебе избавиться от зажимов, плюс добавит энергии, которая тебе так необходима. А что? Вы вообще читайте комментарии других посетителей канала и кое-что из них берите для себя. И еще, заканчивай баловаться, с огнем играешь. Дела пошли серьезные, цена ошибки может быть слишком высока. Ну как высока? В жизни. А больше ничего нету. Да? Не паникуй, если не знаешь. Лучше спроси. Проделана большая работа, ее нужно довести до конца. Удачи. Ну, ни дать, ни взять. Работа, конечно, проделана огромная. Вот, ее можно так сказать, знаете, это когда превратить в ничто, превратить в обратное, в обратное. Об этом я немножечко поговорю. Вернемся к голоду Сергея. Значит, юзер NS5 пишет. Ой, Геннадий Петрович, пусть он прекращает это дело и выходит. Я не пойму, как у него на 35-е сутки голода выходит каловая камень. Значит, он что-то окушает. Да, они могут слежаться и там еще лежать, знаете, там, сколько угодно. Так, пусть выходит осторожно. Опасно. Он мероприятия задумал, знаний пока мало, силы и воли тоже нет. Я же его не тянул на голод. Вы тоже как-то это самое на... Фильтруйте вот это вот все, что я вам там говорю. Что, я его там позвал на голод или еще? Я теперь ему там что-то там такое-то, ра-та-та-та-та-та. То в холодную воду идет, то с соки с сахаром пьет. Может, потом каскадным голодом займется. Но вы себя с ним не сравниваете. Вы на пенсии. Дети выросли, а у него стресса много. Что с работой, дочь еще читать. А дочь очень маленькая, так далее, и тому подобное. Нос у него не дышит. А может, у него искривление носовой перегородки. Ах, кто его знает. Тут операция нужна. А не заливать нафтезином он на память плохо влияет. Ну, в общем, пусть выходит. А то, не дай бог, чем дальше влезть, тем страшнее. Это вы ему говорите. А не мне говорите. Все, что я считал нужным, я ему сказал. Еще разок, я так повторю лишний раз. Школа голодания, видосик. С чего начинать? С одного дня вы изучаете свой организм. И так далее, и того подобного. А потом уже. К примеру, я потратил 15 лет на то, чтобы изучить свой организм и поголодать 40 суток. Далее, значит, комментарии. Юзер NS5. Но вы-то 15 лет готовитесь к этому танцу. А он так хаотично делает. Тот там прочитает, тот сам и сидит, думает, что делать дальше. Но это его дело. Его дело. То есть, одно дело, знаете, вот вы купили новенькую машину. И есть инструкция, как ее завести, как ее пользоваться. А вы наплевали на эту инструкцию, сели, как сжиганули. А потом несетесь и не знаете, а где же у нее тормоза? А как ее рулить? Вот в чем получается. Вот так вот и получается в данном случае, Сергей. Я просто за его здоровье переживаю. И потом, не дай Бог, что будет вас винить. А я как раз сказал. Знаете, в любом случае, человек страдает. А вот виноватым он, как бы сказать, хочет. Вот кто-то ему что-то сказал и так далее. Когда все было рассказано. С одного дня. И тогда все нормально. Так, ну, пусть винит. Да пусть винит. Так вот, насчет вины. Я прекрасно даю себе отчет. Вот, если бы я что-то там, знаете, вам там не рассказал, не это. И вы сказали, вот мы ссылались на твои там книги, труды, на видосы. И у нас там что-то там не получилось. Это одно. А если человек это все перечеркнул, то при чем тут вина? Обвинить, конечно, можно любого. Ошельмовать и так далее. Ну, тогда смотрите. Просто-напросто закроется канал. Исчезнут мои книги. Расскажут. Вот такой-сякой какой-то тут ерунда написано. И все. Пожалуйста, ищите тогда сами средства и так далее. Оздоровление. Либо вот лечитесь, как вы там лечитесь и дай Бог вам здоровья. Так же всегда бывает. Наколбасать люди, а потом ищут виноватых. Ну, есть такое. Если Эдуард голодал, так он четко все делал. А Сергей пока не готов. Как мы видим. С Эдуардом мы практически были на связи каждый день. По-моему, даже два раза в день. Я видел, он мне делал отчет, что получается, как получается. Вот. Ну, ладно, дальше почитаем. Значит, это мое мнение. Конечно, он по своему состоянию сам примет решение. Но опыт получил. И неповторимые ощущения. Опыт получил, и повторимые ощущения. Ну, они еще могут, знаете, на выходе быть очень, так я сказать, очень неповторимые. Так. Дальше продолжаю. Отлично голодал и 21 день, и 27. Но перед этим раньше голодал и 3, и 7 дней. Раз в полгода или когда хотелось. Но перед этим к нему по голоду. Вызубрил от корки до корки. И правильно сделал. И все получилось. Ну, что тогда? Так, и наконец-таки мы подходим к Сергею Матвиенко, который голодает 37 суток. Значит, надо тут немножечко начать вот отсюда. Ага, вот как раз мы закончили, что после первого приема сока на пальцах рук началось затвердение мышц судороги. То есть начались вот эти вот, так сказать, ощущения. Ну, и теперь ищем, ищем, где вот он, как бы сказать, начинает и потом там продолжает. Значит, юзер Iwill9 на видос 37 суток голода мне страшно пишет. Прекрасное видео для голодающих длительно от 40 суток и более на воде хочу, помимо книги Малахова, порекомендовать еще книгу Александра, по-моему, Суворина, о голоде. Даже несмотря на то, что она была написана в 1937 году. Там хорошо описаны нюансы проведения такого голода, ощущения и особенности выхода. Это очень вдохновляет. Сам автор Суворин провел в возрасте 63-68 лет, 4 длительных голода, 39, 37, 37 и 54 дня. Эффект оздоровления и моложения был просто великолепным. И он собрался прожить минимум 100 лет. Ну, мы все собираемся прожить минимум. Так, и прожил бы, если бы, не несчастный случай в Париже в декабре 37 года. Он отравился бытовым газом в гостинице, а может помогли конкуренты. Был доставлен без сознания в госпиталь Биш и вскоре скончался, не приходя в сознание. Ему было 75 лет. Насколько я слышал, я слышал несколько другую версию. Вот он сам поголодал, получил какой-то опыт голодания. И у него как-то получилось очень хорошо. Глядя на него, он, кстати, начал голодать, сидя в тюрьме. Это, как бы сказать вам предысторию, кто такой Александр Суворин, сын известного издателя, если я там ошибаюсь, уж извините, который воевал за Белую Гвардию во время Гражданской войны и был в Югославии вытеснен войсками Советского Союза, будем говорить. И там его что-то где-то в Югославии или еще где-то посадили в тюрьму. И вот он в тюрьме начал голодать. Отголодал вот такой вот срок, сбросив вес, все лишнее. Он внешне здорово изменился. И глядя на него, начали голодать тюремщики, начали голодать сам начальник тюрьмы. А также начала голодать и там какая-то бабуся. Ну, все, значит, поголодали. Вроде бы там у тюремщиков они были помоложе, эффект был. А вот у старушки ничего. Вот нету, если жизненной силы, то особо ничего так сказать не сделаешь. Ну что там? Ну что там? Вот звонит, вот смотрите. Вот звонит. Вот звонит. Вот кто-то звонит. Вот кто звонит? Кто это? Кто? Кто? Я посвященную здоровью, на которого, собственно, и хочу пригласить. Я буквально вкратце расскажу, что будет на встрече. Это будет рекламный. А проезд? А проезд? Представляет свои новинки. А проезд? От вас нет? От вас, от нас. Я ему говорю про проезд, а он тут гонит мне. Проезд, проживание и так далее. У меня нету. Так, заблокирует абонента. Как говорится, он мне не нужен. Он мне нужен. Он что-то тут свое там это самое. Выговорить. И так далее. Итак, значит, у бабуси не было того эффекта. Далее. В Париже, якобы, его переманили, обещали там клинику по голоданию, чтобы он там что-то там был. Вот это, это пятое-десятое. Вот он туда поехал. Ни денег, ничего нету. И естественно, якобы от безнадеги он просто-напросто вот это вот, включил этот газ и отравился. Ну, я такое слышал. То есть, примите это тоже как версию. А не то, что там конкуренты, не конкуренты. Конкуренты просто-напросто могли, будем говорить, перечеркнуть все эти планы по созданию клиники. И все. А дальше человек... Нечто подобное с Аркеляном произошло. Он развял-развял это голодание. То есть, все, пятое-десятое, власть поменялась, вместо советское пришло российское. И все. И ему как-то стало неинтересно жить. Ну, такие вот сведения. А там уж, а кто? И что? Так. Далее. От себя хочу добавить. Общался лично. А, обращаясь лично к Сергею. Тренируйте себя сначала короткими голоданиями по одной неделе. Сделайте несколько таких голоданий. Изучите реакции своего организма на выход различными продуктами. Подбредите себя свой оптимальный вариант выхода из голода. И тогда уж пускайтесь на длительный голод. Как говорится, это самое. В длительное плавание. То есть, лодку надо сделать сначала таком. А потом уже, потом уже пару скрепки. Юзер ФМ7. Вот о чем подумала. Это все 37 суток голода. Мне страшно. Судя по тому, что во время голода принимался сладкий компот. Я так понимаю, компот сахара. То есть, лед не понимает, что после голодания нужно кардинально менять питание. Никакого сахара. И всего того, что его содержит. Никаких макарон, хлеба из белой муки. Никаких колбас, консервов. И другой, всякая вредная пища. Подразумеваю, что он это не осознал. Книг автора канала по питанию не читал. Поэтому, полное возможно, что будет продолжать тот образ. Жизнь, которая и привела его к болезням. Тогда какой смысл проводить такую грандиозную работу по очищению, если человек намерен продолжать загрязняться. Ну, я не знаю, что он намерен, не намерен делать. Поэтому идем дальше. Так. Дальше пользователь этот же пишет. Удивляюсь, как можно на голоде еще что-то пить из еды. Ведь это же голод, а не диета. Сиди, ну где в книге впишется, что можно во время голода пить соки? Ну, есть такое понятие, как соковое голодание. Понимаете, соковое. Короче, на месилии всего полным-полно. Полная неразбериха. Юзер ЕЛ8 на внимание вас оценивает. Написал. Когда человек здоров, то есть амбиции. А когда болит, то и амбиции нет. Ну, а кто вам мешает быть здоровым? Хоть что-то делать для себя любимого. Ну, хоть что-то. Что-то. И вот я как раз написал вот на этот комментарий. Болезнь – это неожиданная или закономерная? Ответ. Ответ, но это другой ответил. Какой-то зосмос. Маляха. Мне кажется, что отработка кармы. Кармы отработка. Знаете, как говорят, есть такая пословица «за дурной головой и ногам лихо». То есть голова куда-то там завела, что потом человек споткнулся, упал и думает, что это дорога виновата, а не голова. Ну, вот такие вот вещи. Если ты пьешь, грубо говоря, по четверти пива, то у тебя лет через пять будет пивной живот. В 90% случаев. Есть, конечно, уникумы, у которых это не будет. Так, ну что, ну что, ну что, ага, вот наконец-таки что-то тут я нашел, нашел, так, 13 часов назад. Первое. Итак, Серж Матвиенко возражает на видос «37 суток голода», мне страшно. Как мне было голодать по одному-два дня, когда меня замахала температура 37,2. Страшные судороги, тотальная бессонница, сильные боли в прямой кишке. И это не геморрой. Слабость такая, что из кровати вставать сил не было. Боли в желудке, боли в поджелудочном, боли в кишечнике. Страшный цистит, который проходит полгода и не поддавался никакому лечению ни травами, ни таблетками. И главное, еще раз подчеркиваю, тотальная бессонница. И теперь я еще раз спрашиваю, как мне было голодать по одному-два дня в неделю. А очень просто, Сереженька. Это так, мы, знаете, рассуждаем это для будущих уже посетителей канала, которые хотят там поголодать, которые хотят оздоровиться. Вот у вас что-то там начало, грубо говоря, начали появляться какие-то боли в желудке, да? У вас начало какая-то появляться там это самое судороги. У вас что-то там, какие-то скачки температуры начались. Она же не сразу так обрушилась, знаете, вот как. Как говорят, это карма. Карма меня придавила, карма и все. Все что-то начало спать, степенно. Что там у вас с носом? Сначала насморк был. Что там у вас было с этим самым? У вас там сначала был этот, запоры так потихоньку начались. Так уже надо было, надо было. Когда прозвенели так и так, дзинь, 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 первые звоночки, надо было обращать внимание и работать с ними. Правда, я сам тоже такой, примерно как вы. Я, как бы сказать, особо не осуждаю, но, как бы сказать, высказываю. Тоже, знаете, накопилось, накопилось, страх бах, а потом хопа, оооо. То есть мы миримся с вот этими первыми симптомами разного рода недомоганий. Пока можно, знаете, хоть как-то там жить, как-то они не мешают. А когда у нас становится в нашем доме, который является организмом душняк, вот тогда-то мы начинаем, ой-ой-ой, а что делать, а как делать, а что там и так далее, и так далее. И вот, и он теперь говорит, и теперь я вас еще раз спрашиваю, как мне было голодать по одному два дня в неделю. А вот тогда-то, когда это все появилось, вот тогда это надо было. И понимать, что ваш образ жизни, что вы там едите, как вы мыслите, двигаетесь, не двигаетесь, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, это все вас приводит, начали приводить к болезненному состоянию. Но вы на это не обратили внимания. Вы дождались того, что она вас, знаете, пригвоздила. Вот когда пригвоздит так, что у человека не остается никакого выбора, либо ему погибнуть, либо вот только этим заниматься. Так вы еще опять-таки умудряетесь, как бы сказать, вот, и то, и это решать. Но, просто, знаете, с интересом смотрим за вашей, как бы сказать, эпопеей голодания, еще начнется эпопея выхода из голодания, вот, и как это все получится. Так что, еще разок скажу, еще раз спрашиваю, как мне было голодать по одному-два дня. Можно было без голодания, когда вот это все началось, легко и просто решить все эти проблемы и не доводить себя до вот такого, когда вы настолько свой организм, грубо говоря, запорами ухандохали, что он начал поднимать температуру, чтобы хоть как-то это все пережечь и вывести из себя. И главное, еще раз подчеркиваю, тотальная бессурица. А что вы тут подчеркиваете? Что вы подчеркиваете? Вот, я опять-таки как-то не осуждаю вас, но у меня вот такая же была глупость. Вот такая же была глупость, пока как-то не начал думать собственной головой и не копаться в том, как же это происходит. Ну, как же это происходит? Почему был такой богатырь, а стал вот такой какой-то развалюха в молодом возрасте. И теперь еще раз, так, сколько времени это заняло бы. Так вот, если вы вводите здоровый образ жизни, о котором я многократно говорил, чтобы он стал естественной частью вашего бытия, существования, и не, знаете, вот, действительно поголодать там, грубо говоря, 40 суток, это же надо выбрать время, это еще надо, еще надо, еще надо. Это кошмар, чего надо. Это выпасть из социума, из работы, как семья посмотрит, как работа. Там друзья и прочее, 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 да? А вот если бы все это бы ввели бы, вот человек ввел бы, это не столько к Сергею относится, а к тем будущим, которые смотрят, жуют там бутерброды, курят вот эти вот это, дымят вовсю, в молодости считают надо там и прочее, прочее. Вот, это вам. Там, вы сейчас работаете на свою болезнь, а вы могли там работать на свое собственное здоровье и допускать себя до таких крайних проявлений, сколько бы времени это заняли. А вот, я сейчас вот занимаюсь и не считаю, что это там какое-то время, это и так далее. Это вы вкладываете деньги в свое будущее, в свое здоровье, в свое процветание. Это надо важно понимать. Если не понимаете, то что? Да меня бы уже в дурку отправили к сегодняшнему дню. Большинство людей так закономерно идет. Они курят, они выпивают, они там ведут какой угодно образ жизни. Если что-то заболело, принимают таблетки. На запоры не обращают внимания. Какую-то дрянь там пьют, согласно научным исследованиям. Дожидаются, пока это там сработает, и так далее, и так далее, и так далее. А потом, вот это все, знаете, мирится, мирится, мирится с тем, что головные боли, что-то там с устами, что-то с желудка, что-то еще ходят, не ходят. А потом такая, бац, танцует. И все. К сегодняшнему дню. Как вы не поймете, что голодание, это же жизнь отчаяния. Отчаяния. А что ж, будем говорить, вы довели себя до жеста отчаяния? Почему вы себя довели до этого? Где ваша голова была? Кто виноват, что вы жест отчаяния? Вот это вот, жест отчаяния. Понимаете, вот такие вопросы какие-то. Или мы совершенно в разных, будем говорить о этих самых, галактиках живем. У вас там одно направление, у меня там другое. И у вас вот это жест отчаяния. А у меня кропотливая, не спеша, работа. Вот сейчас работа. И нормально. Без всяких экстримов, жестов отчаяния. И мне теперь не надо голодание. Хотя я знаю, что голодание можешь делать, и как его провести. Но оно мне сейчас не требуется. Я это все решаю совершенно иными средствами. И чувствую себя великолепно. Жест отчаяния. Это моя последняя надежда вернуться в нормальную жизнь. А вы знаете, из-за того, что у человека вот такой вот кругозорчик, вот такой кругозорчик, он сначала, сначала, он тут надеется на таблетки, на врачей. Потом, ага, он надеется видеть, что тут ему дорога, грубо говоря, в будущее завалена. Он тогда что-то начинает другое искать, еще там вот. И он что-то там находит. Одни там вегетарианство находят, другие там находят, грубо говоря, еще там что-то. Третье там голодание, четвертое там дыхание, еще, 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 еще что-то. Там кто-то такое. И вот думают, вот это, вот это даст. Да здесь надо работать в комплексе. В первую очередь, чтобы у вас спокойствие и уверенность в голове было. Чтобы у вас были нужные знания. Знаете, не то, что там акула 30 метров и удал проглотил там быка, вот мы там интересуемся, читаем. Или кто кому дал, кто у кого что там отнял и так далее. А жизненно нужные знания, в первую очередь, о своем здоровье, как о фундаменте, на который опирается вся ваша судьба. Кто мешал этим знаниям приобретать? Допустим, мои книги уже давным-давно были. Книги других авторов давным-давно были. Вернуться в нормальную жизнь. Устроиться на работу, хорошо зарабатывать. Видите, в нормальную жизнь это устроиться на работу, хорошо зарабатывать. Быть хорошим отцом, меня ставят ребенка один на один с отцом-инвалидом. Это в худшем случае. Когда меня спрашивают, вот я как раз там о голодании и так далее. Я занимался параллельно. Более того, я ставил работу, я ставил работу. Я работал начальником спасательной станции. Это очень хорошая работа. Сам себя хозяин. Более-менее там денежки, то и все, пятое, десятое. И ты как бы сказать, прикрыт государством. А я это все оставил. И пустился в плавание. Сам стал грести, грести, грести и думать своей головой. Чтобы стать и отцом хорошим. Дети выросли, пожалуйста, помог там с квартирами, с домами, с прочей там ерундой. Все закончили высшее образование. Дом, жене. Вот это вот все, чтобы она чувствовала себя уверенно. Я не то, что там в худшем случае. Это вы все приплетаете. Знаете, вот это типично человек оправдывает себя, оправдывает свою глупость, оправдывает свое невежество. Вот в вопросах поддержания своего собственного здоровья. Он вот это все оправдывает. Вместо того, чтобы заниматься этим на начальной стадии, все это запускается. Так, значит, а в лучшем оставить ребенка совсем без отца. И вот если ребенок еще болеет, знаете, ребенок воспринимает ту атмосферу, которая царит в семье. И самое интересное, ребенок заболел, а взрослые из-за своего невежества, из-за своего непонимания, как надо относиться, поддерживать свое собственное здоровье, они пытаются также кормить ребенка, его воспитывать и так далее, и так далее. Он, естественно, болеет. Он, естественно, болеет. А потом думают, вот там что-то там гены плохие, или еще там что-то плохое, или еще что-то там такое, или там. Ну, короче, придумывают все, что угодно, вместо того, чтобы трезво посмотреть, а какой должна быть жизнь, здоровая жизнь. Вот это вот ключевое понятие – здоровая жизнь, а не больная, которая, естественно, приводит к этим результатам. «Поймите, что у отца перед смертью и тяжелой болезнью начиналось все так же. Это где-то лет за шесть до смерти». Это как раз жил, будем говорить, насколько позволил потенциал жизненной силы. У каждого человека есть потенциал жизненной силы. Вот он, грубо говоря, его пропил, прокурил, прогулял, прожрал. А потом, естественно, его нету. Накопились все эти там, грубо говоря, килограммы дерьмица и прочего, 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 прочего. И он тут начинает, и еще… А теперь полечимся таблеточками, таблеточками. Выпьют таблеточку, сердце хорошо бьется, возьмите таблеточку, а давление снизу таблеточкой. А куда потом эти таблеточки девают? Так, ну вот, юзер FG9 пишет «Удачи вам и терпения добиться своей цели». Ну, мы тоже… Я реже написал «Это все отговорки от незнаний, причины и следствия». Далее, значит, юзер FM7. Сергей по одному дню, потом можно было бы по 3 дня, потом по 7-10. Да все это пересказано, все это давным-давно рассказано. Ну, что это, знаете, вот толкем воду в стопе и думаем, что что-то получится. Может, улучшений особых не было, но хуже не было. Потом 14 дней, потом больше. И никакого дурка не грозила, поскольку постепенно проходило сдавливать процессы. Медленно, наверное. И вот здесь можно теперь вспомнить Поля Брега. Кто читал его книжку «Чудо голодания». Как он в детстве переболел всеми видами заболевания. Ой, всеми. Как он? Вот все, что есть. Всеми. Естественно, его лечили и так далее. Толку никакого нет. И вот хорошо, что его родители отправили к доктору Ролле в Швейцарию или куда-то в Европу. Где как раз вот он лечил с помощью натуропатии. То есть здесь было использование свежих растительных, естественных продуктов. Питание, голодание, очищение и так далее, и так далее. Вот он его вычухал оттуда, вычухал. Иначе ему каюк был. И далее Брег схватил вот это вот все. Ух ты, ты смотри, как это работает. Он стал самостоятельно голодать. Когда он узнал, как это работает. Так вот сколько ему там, помните, понадобилось лет для того, чтобы собрать вот эту вот всю эту лекарственную пыль со всего организма и вывести во время одного из голоданий. И только после этого здоровье стало возвращаться, как он говорит, семимильными шагами. Но он уже, как бы сказать, то есть вы можете, вот я перед вами сижу и хочу сказать, вы можете посмотреть на мои видео, которые я делал в каком году? В 14-м, когда начался Ютуб, как я выглядел, как я говорил, сколько у меня энергетиков было. Вот вы просто, для интереса, посмотрите, вот как это все происходило. И теперь обратите внимание на меня сегодняшнего. То есть мы с вами живем на различных энергетических уровнях во время одной и той же жизни. В юности это один был уровень. Мы ничем, грубо говоря, где-то не болели. Энтузиазм был, носились, ночами там не спали и все это нормально было. А лет потом 50-60 уже совсем минует, совсем минует. Так вот, в данный момент, вот смотрите, я лег где-то спать, часиков, наверное, в полдесятого вчера. Вот что-то захотелось в полдесятого. Проснулся я сегодня в два часа. И где-то около шести я опять заснул, тут музыку слушал, то есть опять-то. Ну вот не хочется спать и все. Потом я еще там поспал, передремал, значит, вот это вот где-то часиков до девяти пошел. То есть мы говорим о различных энергетических уровнях, которые вы можете приобрести. Вы можете за счет там питания, там голодания и еще чего-то подняться на хороший уровень. Вот если все это сделать, чувствовать себя, допустим, здоровым. Но если вы еще добавите там какое-нибудь очищение, допустим, по любой форме жизни, очищение там, печенки, там, то вы поймете, что, ё-моё, там можно жить еще лучше, еще более энергетичнее. Ага, если вы поработаете потом с образно-волевыми настроями, еще там с чем-то, знаете, такие интересные есть методики. Почему, ё-моё, да можно вообще летать как спутник, понимаете? То есть можно тут на велосипеде кататься, такой уровень энергетики, а можно носиться как спутник. Все это можно. И я бы не сказал, что это требует какого-то большого времени. Но опять-таки, вам не зря, а это в другом месте я привел книгу, значит, высказывания Василия Ивановича Алексеева, величайшего штангиста, двукратного олимпийского чемпиона, что, говорит, дело не в одаренности, не в наследственности, а дело в том, что вы думаете, как, что и для чего надо делать, для того, чтобы прогрессировать. Вот основное. Смотри, какая хорошая лекция получается на основании Сережина. Вот что. То есть вы можете взобраться на более высокие уровни. И, естественно, у вас, если, когда вы имеете здоровье только на велосипеде кататься, у вас даже по судьбе одни возможности. А когда вы начинаете, грубо говоря, становиться там самолетом, реактивным, а тем более там спутником и так далее, вы смотрите, да у вас совсем другие возможности жить. И что-то, то, что для вас было там важным, оно теперь уже не важно. Вы понимаете, что вот оно важно, вот оно, как бы сказать, счастье, здоровье, радость. А не в том, что ты там работаешь, как где-нибудь, дни ночи, там, напролет, что-то там, какие-то денежки получил, вроде, денежки хорошие, а жизнь не радует. Вот, ну да, надо там, допустим, вот. Но ты сидишь, как этот, как заключенный, там, в этом вот, товар туда, товар сюда, и вот тут ты должен сидеть. Ну, продолжим, продолжим. Ну, так, дальше. Держись, настраивайся на хороший лад. Ага. Так, опять переходим к Сереже. Пил сладкий компот одну кружку, и после этого три дня было не очень хорошо. Ну, естественно, после шести дней выпить этого компота три дня не очень хорошо. А почему три дня не очень хорошо? Вы знаете, вот, умейте задавать сами себе вопросы и искать на них ответы. Правильно заданный вопрос уже, грубо говоря, половина ответа, если не больше. Да потому что организм за шесть суток начал развернуться на определенные процессы, которые должны происходить в голодающем организме. То есть он разворачивается на работу без пищи. А тут ему только раз, по незнанию, по непониманию, заливается якобы там питание, а он уже развернул процессы на то, чтобы голодать. И вот это, что он выпил, вроде бы, хорошее, качественный там продукт, этот компотик, да, он превращается буквально таки в яд, в отраву. Организм его не может усвоить. Он уже за счет другого там работает. А это надо, знаете, как вот, грубо говоря, у вас своя работа, а вам кто-то еще принес чужую работу надо сделать. А у вас свои, вот так выше крыши, вы тут разребаете, а надо еще и эту. И получается сверхурочка, когда вот, в результате, значит, не очень хорошо, три дня было не очень хорошо. То есть явно отравился. Запахов я не различаю. То есть человек, сколько там он принимал этот нафтезин, настолько сжег слизистую оболочку, он ее подсушил. Более того, вот эти все, вот этот нафтезин, он, знаете, впитался, как бы сказать, вы смотрите, если вот эта слизистая оболочка, а это ткань, так он проникает через слизистую оболочку, подсушивая, глубже в ткани, что не дает нормально, вот на этом уровне даже, отработать. И предстоит еще очищение от всего вот этой, для того, чтобы вернулись запахи. Настолько можно сжечь слизистую оболочку, лишиться обоняния, и все это, теперь опять-таки, и все это рекомендуется с научной точки зрения, людьми в белых халатах, в медицинах, вот лечите насморк так. При этом, опять-таки, можно сказать, немножко в защиту медицины, ну там какой-то период, но если вы постоянно этим пользуетесь, а постоянно пользуетесь из-за того, что образ жизни не меняется, накопились шлаки, которые валят через нос, и человек их хочет постоянно это самое высушить, чтобы они не валили через нос. Якобы, если они идут через нос, нету насморка, значит, нет вот этой. Слизь – это хорошо. Да пусть эта слизь выйдет, естественным путем, а не то, что вы тут, а, а мне дышать, а, 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 а. А теперь вот ни запаха, ни дыхания, ничего нету. Вот, опять-таки, причины, следствия и что? Кто? Кто виноват? Дурная голова. Голова даже, может быть, не дурная, но она не образована, не образована в этом направлении. И имеется, понимаете, я вот смотрю на людей, имеется огромное количество людей, которые вроде умные, вроде бы такие там начитанные, а в вопросах слежения за своим собственным здоровьем, ухаживания за своим организмом, они нули, нули. Так, я голодание продолжил. Сегодня заканчивается 38 сутки, самочувствие хорошее. Сегодня был на работе, вообще как-то не очень мерзнул. После работы почти весь день, с двух средствов, занимался починкой старой куртки. Занимался починкой с удовольствием. Ну, это хорошо, важно отвлечь себя. Вот чем-то ты занимаешься, каком-то рукодельном, это как раз то, что надо, которое способствует тому, что время, которое идет на голоде, она, как бы сказать, тянется, проходит более-менее быстрее. Так. Я думаю, даже купить бэу-швейную машинку, подрегулировать и научиться шить. Профессию любую можно освоить. Если есть голова у вас, то профессию любую можно освоить. А вот со здоровьем и он необходимо делать. И поэтому важно, важно, человек даже не подозревает, с чем он сейчас столкнется на выходе из голода. Знаете, я хочу сказать очень важную вещь. Вот если он выпил на голоде, ну, после шести суток голодания, он выпил, значит, стакан, или там сколько там, компота выпил, и у него три дня было недомогание, это указывает на то, что организм вот эту вот штуку выводил как отраву. Как отраву. Голодает, просто вы дали еще нагрузку ему. Помимо того, что организм должен там свои процессы на голодании разворачивать и делать. А вы ему еще подбросили, знаете, да, не хай будете. Вот, он это выводил. Но, а вот если это произойдет на выходе из голода, когда разворачиваются вот эти все процессы, они разворачиваются очень медленно, они разворачиваются довольно-таки коварно, ты чувствуешь себя нормально, хорошо, и вроде аппетит есть, и вроде есть хочется, и думаешь, и даже съел чего-то, и нормально она проскочила, и все хорошо, и думаешь, ну, сейчас ты съешь то же самое, или там чуть больше, и только хоп, и у вас остановилось пищеварение. То есть, на выходе из голода, если у вас остановится пищеварение, оно даст сбой, и оно, как правило, вот так вот и застревает. И человек, прекрасно отголодав, чувствовал себя хорошо на голоде, великолепно, и начинает выходить, получает вот такую вещь, когда пищеварение останавливается. И он чувствует себя гораздо хуже, гораздо хуже, и не знает, как с этим правиться. И вот этот сбой, он может остаться, грубо говоря, на всю оставшуюся жизнь. Что в этом случае тогда придется сделать? Если у вас опять получился сбой, вы опять должны голодать. И после того, как отголодаете, и все это более-менее как-то утрясется, и выведется из организма, опять начинать выходить. Но в некоторых случаях, еще раз вам скажу, настолько этот сбой бывает сильным, что он уже остается на всю оставшуюся жизнь. Ну вот не запускается пищеварение, какое-то оно стало не то после голодания. Вот как-то не так, вот что-то не хватает. Чтобы вы это знали, на выходе организм вам не простит какой-то вольности, или переедания, или еще чего-то. Он не простит. Он станет колом и трондец. Швейную машину. Ты понимал, швейную машину. Далее пишет Петрович про психологический рак. Я вас внимательно прослушал два раза. Я полностью согласен с вами. В некоторых случаях приходится возвращаться к одним и тем же книгам по многу раз, для того, чтобы какая-то информация в конце концов дошла до вас. Вот я пытаюсь вам втолкнуть вот эту вот важность подготовки к голоду, настройки на голод, тренировки к голоду, выхода из голода. Ну вот, как-то, как-то, как-то. Так, дальше Сережа пишет. Я обязательно доведу дело до конца. Да, у меня нет другого пути. Вот знаете, это опять-таки, когда у человека вот такой вот, знаете, горизонт мировоззрения, вот он думает вот так вот, вот так вот и все, да. А когда широкие данные, можно решить один и тот же вопрос тысячами средств. И еще лучше, нежели то, который вот у вас тут сидит на уме. И более эффективнее, и лучше, и так далее, и так далее, и так далее. Вот как я сейчас снимаю гравитационную гимнастику. Оказалось бы, что? Что такое? А я, оказывается, набираюсь энергии за счет этого. И энергия начинает творить вот эти все феномены по оздоровлению, по, там, ну, не хочу сказать по омоложению, по, там, выработке тестостерона, нормализации суставов и прочее, 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 прочее. И вообще. Значит, на, на, значит, я обязательно доведу дело до конца, у меня нет другого пути. Я написал. Вы уже спотыкались, идя по этому пути. Будьте предельно осторожны и осмотрительны. Чтобы не упасть. И я рассказал, что может быть, если вы упадете. И как это может быть, упадете? Ну что, вот такое вот послание. Послание-то, скорее всего, будущим поколениям, которые хотят быть здоровы, чтобы не было каких-то отчаянных шагов, там, знаете, от безысходности, от отчаяния или еще что-нибудь. Вы просто-напросто посмотрите, чем вы занимались, и как вы наработали эту проблему. От всего можно исправиться легко и просто, если понимать, что для этого надо делать. И об этом я вам рассказал. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет-отверки, там, как мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он в подарки раздает, радостью любого ждет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и под чоками покалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, 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 народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он в подарки раздает, радостью любого ждет, это Новый, Новый год. Так, и спи, дружок, сын внешний, наливай бакал с карди, загадай свое желание и под звонку ром-пом-пей. Ай! Веселись, 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 народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Ай! Он врачу нам несет, он в подарки раздает, тридцит наступает в следующий год. Ай! Ай! Субтитры сделал DimaTorzok